я снова приветствую вас на канале встречное мнение дорогие друзья рад что вы прибавляетесь рад что вы смотрите мои видео они действительно интересные очень приятно что не забывайте писать комментарии это наверное одно из самых важных наших с вами вместе каких-то коммуникаций и содействий благодаря им я немножко меняю контент и в общем то все остальное но у вас есть возможность как обычно это поддержать канал вот ну вы сами все это знаете не буду как говорится что-то лишнее вам рассказывать дорогие друзья сегодня у нас важнейшая тема а тема в действительности касается визита си цзиньпиня в российскую федерацию что это было к чему пришли все тайны и все закулисные скажем так моменты и переговоры мы сейчас сами увидим увидим с разных точек зрения и заодно услышим одного из действительно достойных китай видов это андрея девятого ну а мы что тут говорить давайте начнем за мир и за газ мировая пресса обсуждает визит китайского лидера си цзиньпина в москву аналитики пытаются понять о чем на самом деле договорились дорогие друзья и как это повлияет на ситуацию в зоне российско-украинского конфликт началась приезда в москву китайского лидера си цзиньпина его подавали как триумф российской дипломатии пока самолет си подлетал к москве телеканал россия 24 превратился просто в сборник любимых цитат товарища си причем в оригинале ну и теперь приезд си в москву это такая формальная констатация россия по-прежнему главный партнер и союзник московские комментаторы и публицисты включили давно отработанный пионерский задор самым довольным выглядел дмитрий медведев его церемония рукопожатий в ожидании си выглядела как камбэк зампредседателя совета безопасности по пиаровски грамотно занял самое близкое к лидерам место кремлинологи времен холодной войны именно по таким деталям вычисляли степень близости того или иного персонажа к руководству как запад реагирует на успех переговоров я думаю они радуются вместе с нами они в бешенстве очень хорошо меня это очень радует друзья не забывайте поставить лайк это очень важно продолжаем ли сотрудничать активнее и даже невзирая на сохранившиеся противоречия на политической арене друг друга поддерживают переговоры владимира путина и сидень пина стали для одних индикатором уровня хороших отношений а для других тревожным оповещением китайский лидер пригласил российского коллегу посетить китай в удобное для него время газета the washington post назвала это приглашение демонстрации поддержки россии госсекретарь сша энтони блинкин комментируя визит сидень пина в москву обвинил лидера китая в обеспечении путину дипломатического прикрытия для совершения россии преступлений подобных тем по факту которых был выдан ордер международного уголовного суда ордера на арест путина прокомментировали и в других странах президент украины назвал это поворотным моментом момент после кого стаян безсомневно что завершением цели россии будет полный спектр и и подповедальность решение также поддержали президент сша и канцлер германии я думаю что это оправдано очевидно что он совершал военное преступление никто не стоит выше закона это очень важный принцип международного права а глава минюста фрг и вовсе заявил путина арестуют в случае его визита в германию посол россии в берлине назвал это заявление безответственным а глава следственного комитета поручил дать правовую оценку заявлению и путин и си будут стремиться использовать символические бенефиты от этой встречи президент россии который теперь находится в международном розыске стремясь продемонстрировать что его страна не в изоляции а председатель кнр представляя себя в роли миротворца противовес сша поэтому одной из главных тем четырехчасовых неформальных переговоров двух лидеров в понедельник стала война в украине а также так называемый мирный план китаем это не просто сотрудничество это зависимость причем зависимость колониального типа китай получает из россии природные ресурсы по ценам ниже рынка взамен россия становится рынком сбыта для китайских товаров участие из которых нет альтернативы вот такая вот уен-уен игра в которой всегда выигрывает китай причем китай получает не только экономические но и политические преференции сколько гневных ответов получил достаточно маргинальная украинская инициатива о переименовании россии в московию но китай на достаточно высоком и официальном уровне используют на своих картах россии китайские топонимы для городов сибири и дальнего но это не аргумент михаил борисов что вы предлагаете самое интересное когда был парадный обед в грановитой палате а значит за главным столом справа от сидень пина сидел министр финансов и нам ничего не сказали про переход на торговлю в юаня нам ничего не сказали значит по поводу значит каких-то там маневров юань доллар но по достоинству значит первый человек в достоинстве рядом с высоким гостем министр финансов и никаких разговоров о том что там понимаешь о чем говорили ну не на наш держава из объятий доллара сша будет переходить в объятия народные юаня вот друзья это очень интересно и теперь услышим еще немножко андрея девятого спасибо максиму шевченко за эту возможность ну а дальше наши любимые блогеры и остальные путин значит сидень пин и силан вот откройте глаза и увидите и нам ничего не сказали но показать поэтому я полагаю что и нам и не скажут быстро но вот то о чем договорились я думаю что о том что значит пойдут расчеты в части визита сидень пина в москву то что действительно сделан окончательный цивилизационный выбор он сделал за народ россии но с его скажем так молчаливого согласия ну вы надеюсь узнали это марк фейган и не забывайте поставить лайк друзья слушаем то что на россия становится страной вассально принадлежащий к восточной цивилизации синской цивилизации ее можете назвать китайской цивилизации этот выбор сделан произвольно безусловно в нем нету никакого исторического предрасположения потому что россия будучи субмаргинальной державой исторически развивалась безусловно сочетая в себе этот дуализм западной цивилизации и его самое главное все равно то что объяснил визит председателя си ну надеюсь все узнали александра глебыча и его немножко мы послушаем своим откровенным унижением перед си путин показал что он готов на все лишь бы продолжать войну и иметь силы для реализации своей бездонной злобы он лихо и газил перед си так и газил так заметно что патриоты с горя отгрызали себе фаланги пальцев и бились в эпилептических припадках горько им патриотом горько но что поделаешь в общем пришло запоздалое понимание того что словечко суверенитет россии вероятно пора забывать и привыкать к мысли что россии нужен глобальный хозяин крыша но все-таки патриоты молодцы они на ходу на лету придумали себе роскошное утешение она заключается в том что лучше лечь под китай чем под проклятый запад с его понимаешь ли свободой ибо китай не будет посягать на скреп но в этом то и был планете главный посыл россии китай в годину столь трудных вызовов вместе и это пусть даже не формализованный союз мощная взаимодополняющая сила что создает новую геополитическую реальность все наши переговоры вчера и сегодня формате ттт в узком составе и с участием делегации были успешными прошли в теплой товарищеской конструктивной атмосфере подписанные нами только что два программных совместных заявления в полной мере отражают особый характер российско китайских отношений которые находятся на наивысшим за всю историю уровня развития являются образцом настоящего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия здравствуйте администрация байдена потерпела неудачу они позволили русскими китайцам объединиться это помпео госсекретарь в администрации трампа в этом состоит настоящая проблема вне зависимости от того что произойдет на украине добавляет болтам бывший советник трампа по нацбезопасности в интервью телеграф всю прошлую неделю мы с партнерами работали в вашингтоне рассказывает известная украинская нацистка алена гетманчук вот ее выводы в администрации байдена полный и абсолютный фокус на весеннем контрнаступлении соответственно недостаток желание даже обсуждать вопросы не касающиеся контрнаступления хит политического сезона нарратит что конфликт на украине отвлекает сша от потенциального конфликта с китая ну вот друзья вы услышали самые важные слова о том что россия переходит на расчеты будет приходить с китаем видимо в юанях но при этом пока декларирует везде расчеты в американской валюте что означает как вы слышали сказал андрей девятов что байден с нами то есть все таки три важнейшие державы получаются это россия америка и китай ну скажем так кто то со мной может не согласиться пишите ваш комментарий давайте пообщаемся и отвечу на комментарии мы с вами заканчиваем этот выпуск у вас есть возможность поддержать канал если конечно вы этого желаете ну и самое главное дорогие мои желаю вам скорейшего мирного неба и встречи в нашей новой передаче которая будет посвящена иосифу пригожину но следующая передача грандиозная она посвящена скандалу видео разбор всего скандала между алексеем венедиктовым леонидом волковым марии певчих и фбк до новых встреч и и и и и и и